сегодня мы с вами поговорим об основах цветоведения что такое цвет из чего он состоит какой он бывает какие у него бывают особенности и вообще что такое краски родственные краски контрастные как они смешиваются как они гармонируют друг с другом и что такое цветовой круг такое ну как сказать приспособление если можно так выразиться на которое нам помогает немного сориентироваться в живописи и так откуда в принципе взялись цвета если пропустить солнечный луч через призму то он преломляется и прелом преломившись распадается раскладывается на 6 цветов практически как в радуге но только нет голубого цвета цвета которые получаются при этом опыте при этом действии называются как вы видите написано в углу экрана спектральные или чистые цвета красный оранжевый желтый зеленый синий и фиолетовый собственно это цвета радуги некоторым которым особо повезло видит еще голубой цвет но голубой цвет это переход от синего к зеленым в живописи он есть в радуге ну в общем если так грубо разложить в общем то его и нету слова говорить вот эти цвета спектральные чистые цвета они входят и состав если опять же можно так сказать нам состав цветового круга в живописи есть три основных цвета это красный желтый и синий вот перед вами сейчас цветовой круг это цветовой круг это на 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 мой взгляд самый удобный самый понятный для того чтобы по нему искать цвета похожие контрастные родственные выяснять их теплоту или холодность и так вот первичные цвета красный желтый синий они у нас сейчас находятся серединке это цвета основные это цвета которые нельзя получить путем смешивания это основа если мы будем смешивать первичные цвета друг с другом например красный желтым или красный синий или желтый синим мы получим вторичные цвета то есть как бы второй круг второй ярус красный плюс желтый у нас получается вторичный оранжевый красный плюс синий у нас получается вторичный цвет фиолетовый и синий плюс желтый первичные цвета мы их смешиваем друг с другом друг с другом получается вторичный цвет зеленый иногда зеленые также для удобства добавляет к первичным цветам как основа. Вот в цветовом круге Итана основных цветов всего три, мне кажется, это как-то граммы. Уже получив даже вторичные цвета, глядя на их расположение, мы можем понять, что, например, фиолетовый вторичный цвет, он близкий к красному первичному и к синему первичному, он из них состоит, но он абсолютно противоположен желтому, он контрастен желтому, он напротив него располагается. Также первичный красный контрастный противоположен вторичному зеленому или, например, оранжевый вторичный противоположен синему это цвета противостоящие цвета контрастные если мы будем например дальше идти по цветовому кругу вы видите у нас больше цветов если мы будем смешивать вторичный и первичный цвет ну скажем оранжевый и красный мы получим их смесь третичный красно-оранжевый смешивая дальше третичный и вторичный или третичный и первичный на вот третий как бы ярус цвета и там второй мы будем получать просто больше оттенков мы получим ну вот если смешаем красно-оранжевый плюс красный да мы получим красно-красно-оранжевый то есть вот растяжка как бы от желтого до красного например ну потому что оранжевый это как мы только что выяснили смесь желтого и красного цвета нас смешивая в разных пропорциях желтый и красный желто-оранжевый оранжевый и красный мы будем получать просто более богатую палитру тех цветов которые у нас будут располагаться между двумя первичными между основными вот это вот растяжка она у нас будет плавнее там будет больше оттенков я уже сказал что вот когда мы смешиваем первичные цвета мы получаем вторичный и вторичный цвет он вот как здесь видно противопоставляется одному из первичных их называют контрастными их называют комплементарными или дополнительными цветами красный мы только что это выяснили он комплементарный контрастный дополнительный к зеленому оранжевый к синему желтый к фиолетовому ну и вот даже сейчас если мы мысленно например будем поворачивать вот направляющую до которая показывает нам два противоположных два контрастных цвета мы можем понять что красно-фиолетовый третичный цвет контрастен или комплементарен желто-зеленому на что желто-оранжевый контрастен синий фиолетом они находятся друг напротив друга что значит комплементарен или дополнительный красный цвет разберем просто вот эту схему красный цвет дополняет зеленый или зеленый цвет дополняет красный они делают друг другу комплемент они усиливают впечатление друг от друга если мы рядом с красным цветом сделаем насыщенное пятно зеленого красный будет показаться на фоне зеленого или рядом с зеленым еще краснее на этом контрасте можно написать очень интересные картины и на одном из наших уроков такая работа была мы писали герань вот как раз работа выполнена на двух комплементарных или контрастных цветах красные цветки герани усиливаются вот усиливается впечатление красного цвета от зеленых листьев конечно и там и там у нас цвет не чистый красный у нас с оттенками и зеленый у нас с оттенками но основа но вот эти два контрастных цвета основы у нас два комплементарных чтобы работу сделать поинтереснее можно брать не только комплементарные цвета но вот как и в данном случае есть такая вещь классическая триада в основе классической триады лежит равнобедренный треугольник то есть эту триаду образуют три равно удаленных друг от друга цвета вот как в данном случае оранжевый фиолетовый и зеленый можно брать только эти три цвета брать их в различной степени светлоте темноте и писать картину главное чтобы получилось хорошо чтобы картина была действительно гармонично лучше брать один цвет за основу то есть его должно быть больше в работе а два остальных использовать для поддержки для акцента этого цвета чтобы они его просто дополняли например вы можете взять зеленый цвет за основу написать пейзаж скажем дополнить его фиолетовым и ввести в работу еще немножко оранжевого цвета если у нас эти три цвета триаду можно поворачивать как угодно на если эти три цвета у нас будут в одинаковых пропорциях на работе будет просто слишком сильное мерцание краски работа будет рябить триада может быть не только классической не только равнобедренно но и контрастные вот как например на этом изображении контрастная триада подразумевает сочетание комплементарных цветов то есть цветов противоположных мы берем зеленый и берем красный цвет но не его в чистом виде а его соседние оттенки красно-оранжевый и красно-фиолетовый то есть мы берем два соседних третичных цвета к красным опять же лучше брать конечно один цвет за основной два цвета дополняющие вот как раз видно на изображении что у нас основа большее количество в работе цвета зеленого красно-фиолетовый очень разбеленный плюс немножко голубого различные оттенки дополняющие прекрасно себе возможно да не обязательно брать только красный фиолетовый можно его выбеливать можно его затемнять немного дано красно-фиолетового цвета и красно-оранжевого листву основа зеленая и вот эти вот два дополнительные и в листве в рыжий коричневатый и в небе есть чуть-чуть красноты есть чуть-чуть контраста к зеленому большему цвету в этой картине это пример вот контрастной триады естественно что этот треугольник контрастной триады тоже можно поворачивать как угодно мы можем взять как в этом примере за основу синий цвет противоположный к синему оранжевый но ним мы не берем чистый оранжевый а мы берем красно-оранжевый то есть следующий после оранжевого в сторону красного как будет смесь оранжево-красным совсем немного и оранжево-желтый мы можем добавлять желтые цвета мы можем добавлять красные цвета они все ну возможно да это не обязательно должен быть именно третичный один цвет не обязательно только желтый оранжевый не обязательно только красно-оранжевый это могут быть любые их смеси просто основа вот именно строится под такой триаде больше одного цвета и два чуть-чуть дополняющие триады могут быть вытянутые триады могут быть равнобедренны можно построить ряду совершенно какую-то странную кривую как треугольник например с одним прямым углом вариации самые разнообразные просто ну карта в руке тому кто пишет естественно это может быть не только триада не только прямого не только треугольник это может быть и некая прямоугольная схема данная прямоугольная схема она состоит из четырех цветов каждые два из которых комплементарны то есть вот оранжевый и синий комплементарные два цвета и красный зеленый тоже два комплементарных цвета при этом красный синим дружат друг с другом их смеси дают фиолетовый оранжевый с зеленым тоже друг другом дружат и в нем и в одном и в другом есть капелька желтого цвета эта схема вы уже наверное прочли да дает самое большое количество вариаций входящих нее цветов огромное количество красных оттенков синих оттенков мы можем уйти немного в синий фиолетовый мы можем брать не просто зеленый на зелено-оранжевые зелено-желтый синий зеленый смешивать оранжевым с красным с красным мы можем смешивать но при этом да вот основа наша как бы на палитре вот эти четыре красочки и на основе этих красок мужа пишем работу соответственно вот эту схему мы также можем поворачивать под любым углом мы можем взять красный фиолетовый что у нас получается также зеленый и желтый да вот схема будет немножко другая единственное о чем это же попрошу всегда берите один цвет за основной одного цвета один какой-то должен преобладать в картине его должно быть больше вот как раз пожалуйста преобладание синего цвета к нему в поддержку идет синий зеленый зеленый оттенок да и совсем немного красных и красно-оранжевых цветов собственно вот эта вот работа с рыбками иллюстрирует нам как раз вот эту прямоугольную схему выбора оттенков схема как я уже говорил может быть самара самая разнообразная это может быть прямоугольник это может быть квадрат это может быть равнобедренный треугольник это может быть треугольник вытянутый чем больше у вас цветов скажем от желтого до красного чем больше вы делаете вот эту цветовую растяжку тем интересней у вас может быть вписанная фигура это может быть даже пятиугольник шестиугольник единственное что конечно не забываем какого-то одного цвета всегда выбираем побольше всегда берем его больше всегда его делаем основным а остальные только помогают следующее что еще нужно заметить на чем нужно остановить внимание это цвета теплые и холодные чтобы лучше с этим разобраться вот пожалуйста схема теплые цвета похожий на солнышко на холодные цвета похожие на тучку на воду или на снег схеме которая представлена сейчас который вы видите на экране я бы вот эту схему немножко сдвину наклонил бы влево чтобы один оттенок и зеленого все-таки попал тоже в теплые цвета а оттенок чистого красного вот она нас здесь около солнышек внизу попал ой вот этот вот красный синий все-таки попал в цвета холодные возможно если в цвете в красном присутствует хотя бы минимальное количество синего ну конечно этот цвет уже не может быть теплым то есть схема должна была бы быть вот наклонена все-таки чуть-чуть вот от снежинки до солнышка зеленый цвет он в принципе двойственным мы уже понимаем что он вторичный эта смесь цвета желтого и цвета синего на поэтому он такой имеет двойственную двойственный характер он может быть и теплым может быть и холодным с ним немножко так вот трудновато иногда разобраться но тем не менее и вот пожалуйста пример работы на только холодных оттенках работу которую мы писали на наших вебинарах курс живописи 20 на 20 вся работа выполнена в холодной гамме то есть мы выбирали вот эти вот холодные оттенки оттенки левой половины нашей съемки следующее теплый можно писать пейзаж только на теплых оттенках на преобладание теплых оттенков это конечно осенние пейзажи вся красота осени багрянец осени желтые рыжие оранжевые лимонные красно-рыжие коричневые цвета красно-коричневые лиловые даже это цвета осень если есть в смеси красная или желтая краска цвета которые похожи на солнышко цвета оттенки похожие на огонь это цвета теплые чтобы цвета теплые были еще теплее да мы можем их подчеркнуть комплементарными дополняющими цветами прохладного неба но даже и в этой работе небо у нас ну не совсем синий она чуть-чуть с розовиночкой с чуть-чуть с краснотой но поэтому тоже такой немножко осенний вариант и так мы разобрались то есть три основных первичных цвета красный желтый синий это основа всей живописи смешивая их ну в равных пропорциях да вот по два цвета друг с другом мы получаем вторичные цвета каждый из которых будет комплементарен тому цвету который мы не брали в смесь зеленый комплементарен первичному красному но зеленый родственен желтому и синему то есть он состоит из них вот от желтого до сине-зеленого это цвета родственные у них у всех есть желтый цвет от сине-зеленого до синего вот даже от зеленого до синего тоже цвета родственные если но это как семейка если у них есть хотя бы одна общая краска значит это цвета дружественные цвета родственного скажем от желтого до красного оранжевого красный уже самостоятельный цвет красно-оранжевый есть ведь там желтый и есть в оранжевом и есть желтый желтый тоже как бы самостоятельный цвет на он вот от желтого до красного оранжевого это все родственные цвета красно-оранжевый и до красно-фиолетового тоже родственные цвета и там и там и там есть красный цвет если хотя бы один цвет смеси повторяется на это цвета родственные что еще теплый холодный мы поняли на них только на них писать можно писать выбирать из схемы даже из такой упрощенной вот как сейчас тоже можно цвета есть естественно мы выбираем цвета никогда ни разу не чистый мы добавляем в них немного темноты немного белизны добавляем какие-то краски для богатого оттенка создаем свои палитры и чем больше мы экспериментируем тем лучше интереснее у нас получается живопись знать триаду ой триаду цветовой круг да вот понимать что такое триада какие цвета в нее входят или там пользоваться четырехугольной схемой и ну представлять сюда вот намечать ее как бы себе для работы очень хорошо но в принципе как вы видите сейчас у любого художника на палитре всегда куча оттенков всегда мы все равно делаем больше цветов и еще такой вот но пожелание что ли да когда работаете для удобства делайте отдельный участок на палитре для теплых оттенков делайте отдельно для холодных отдельно для красных отдельно для зеленых для желтых для синих вам так будет удобней вы даже нанося краску на палитру уже сможете распределить ее немного хотя бы вот по схеме хотя бы даже вот по такой или по вот такой в разных углах палитры возьмите синий красный оранжевый зеленый цвет а уже рядышком с ними можно набирать их оттенки тогда вы сразу будете видеть где у вас основные краски где уже их дополняющие это все несложно это все на самом деле очень просто разбираться в этом нужно но следовать этому как непреложному правилу я все равно не очень советую пишите больше по настроению пишите больше по ощущениям по впечатлениям потому как лежит душа и тогда все у вас будет замечательно видео вот и Субтитры создавал DimaTorzok